Будем говорить с военным и общественным деятелем генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ 2014-2015 годов Виктор Ягун уже с нами на прямом включении. Здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Игорь Николаевич, очень хотелось бы, что вы с вами начали обсуждать эту тему Северной Кореи и помощи Кремлю в плане поставок вооружения. Последние обстрелы, которые были по Украине, они показали, в частности, сегодня Игнат, спикер воздушных войск Украины, сказал, что не все цели долетают. То есть, получается, что то вооружение, которое было у Российской Федерации, они уже почти исчерпали и теперь пытаются пополнить свои запасы за счет севернокорейских друзей, так называемых. Но насколько эти запасы Северной Кореи и возможность помочь Кремлю, насколько это действительно оружие? Потому что, похоже, что, во-первых, его мало, во-вторых, оно несовершенно, скажем так, то что-то падает, взрывается и не долетает. Ну, смотрите, это же касается не только оружия северокорейского, но и оружия, которое используется Российской Федерацией. Ну, во-первых, сегодня подтвердилась информация о том, что наши воздушные силы использовали активно системы радиоэлектронной борьбы, которые препятствовали этим ракетам долетать до тех мест, куда они хотели. Это раз. Во-вторых, действительно, качество этих ракет оставляет желать лучшего. За данными нашей военной разведки, точность попадания, ну, просто ужасающая. И вот это вот именно самая большая проблема, потому что, когда они целятся действительно по какому-то военному объекту или по заводу, а ракета летит, ну, где-то или недолет, или перелет, или радиус попадания километр, то, понятное дело, что она может попасть в гражданские объекты. Это вот эта вот неизбирательность попадания, это как раз и есть элемент военного преступления, потому что во время войны использовать такие боеприпасы, которые, ну, не гарантируют попадание по военным объектам, а являются угрозой для гражданского населения, это преступление. Что касается оружия КНДР, мы пока что по ракетам ничего не можем говорить. Во-первых, не знаем номенклатуру, ну, приблизительно знаем, что это баллистика, которая, возможно, используется даже теми же сами установками КНДР, потому что они, ну, где-то аналогично похожи, близки по своим характеристикам. Но мы можем констатировать качество вооружения по тому, что они получали артиллерийские снаряды, и эти боеприпасы желают лучшего. Сами их источники сообщают о том, что они и стреляют плохо, и попадание из вон рук плохо, и разрывают стволы, то есть польза от этих снарядов, ну, 50 на 50, это в лучшем случае. Поэтому не исключено, что Корея использует все-таки больше не качество, а количество. И как раз Украина в данной ситуации является фактически полигоном, где в боевых условиях Северная Корея испытывает свое вооружение. Я не исключаю, что при этих ракетах есть какие-то там инженера или военные, которые записывают те параметры, как это стреляет, куда стреляет, какие там проблемы. И используя эти данные, Северная Корея попробует подготовиться более лучше уже к войне, например, с Южной Кореей или с той же самой Японией. То есть могут еще использовать это для модернизации своего вооружения, кроме артиллерии и ракет. Чем еще на сегодняшний день Северная Корея, ну, есть ли какие-то данные, помогает Российской Федерации, ведь та испытывает дефицит не только в этом виде вооружения. Есть информация о том, что Корея запустила некоторые заводы, которые используются, ну, используется китайское сырье для производства тех или других элементов военного обмундирования. Есть информация о том, что Россия использует Корею для получения некоторых сублимованных продуктов питания, тоже для поставки военным. То есть Корея фактически, учитывая, что у нее огромное количество рабочих рук дешевых, есть готовые заводы. Это страна, которая постоянно готовилась к войне, поэтому сейчас Россия пытается разместить часть своих военных заказов именно на ее территории. Что это такое? Это могут быть какие-то элементарные вещи, какие-то детали, которые не может сделать Россия, но массово может производить Корея. Поэтому любая помощь нашему агрессору, это уже, как бы, для нас проблема. Ну, и это раз. А во-вторых, Северная Корея получает за это не просто так. Она получает и валюту, и, возможно, получает какие-то технологические прорывы. И самое главное, что надо было Корее, это то, что связано, все, что связано с ядерным вооружением. В первую очередь, Корея будет стараться создать свою атомную подводную лодку для использования ее в дальних походах и угрозе Соединенных Штатов в непосредственной близости от ее побережья. Вот это самая большая проблема. Китай пока что отказался помочь в этом. А Россия, учитывая ее безысходное положение, может даже передать в аренду атомную подводную лодку, как она это сделала с Индией. Индий Николаевич, ну да, мы видим, что этот союз, он не крепкий. А кто мог бы поставить, расставить точки над «э» и помешать этому сотрудничеству между Российской Федерацией и Северной Кореей в обмене деньгами, вооружением? И кто может эту дружбу, собственно, и прекратить? Ну, на самом деле, очень тяжелый вопрос, потому что влияние на Северную Корею очень такое, ну, это очень сложный вопрос. Даже Китай, который, как бы, говорят, что он, возможно, влияет на нее, ну, совершенно не влияет. Китай в свое время попытался поставить своего ставленника, это родной брат Кима, и закончилось это все печально, было совершено покушение, и этот человек погиб. То есть Китай в свое время пытался взять под полный контроль КНДР, не удалось, и, ну, у них взаимоотношения такое, знаете, общие враги, общие интересы, и не больше. Поэтому сказать, что Китай влияет тяжело. Россия, Россия сейчас, я не говорю, что она полный изгой, она имеет контакты с очень ограниченным, но таким значительным количеством стран, которые, если не прислушаются к ней, но хотя бы сотрудничают. Вы видите, что происходит в Организации Объединенных Наций, она просто игнорирует все резолюции, которые там принимаются. На данном этапе почему возник вопрос подтверждения юридического использования севернокорейских ракетных технологий и ракет? Потому что есть резолюции ООН, где четко было указано невозможность использования военных технологий, которые есть у КНДР, помогать им с этими технологиями. И Россия в свое время за это проголосовала. И пока что не было прецедента, что она отзывает свои голоса под этими резолюциями. Поэтому получается абсурдная ситуация. Сама Россия голосовала за санкции, и сама же она их в открытую фактически игнорирует и обходит. Как на это влиять? Ну, очень тяжело. Потому что, видите, они обе под санкциями, обе страны под серьезными санкциями. И влияния на них, ну, фактически пока что нет. Ну, в то же время Российская Федерация пытается хоть любыми способами замедлить, приостановить поддержку Запада Украины вооружением. И постоянно распространять дезинформацию о том, что в Украине якобы фиксируется случай разворовывания иностранного вооружения. Об этом заявил спикер Пентагона, генерал Патрик Райдер, в своем видеобрифинге. Он же и уточняет, что у Соединенных Штатов Америки нет никаких доказательств, достоверных доказательств, что переданное Украине вооружение могло попасть не в те руки. Ну, а вообще, насколько распространение подобных ИПСО вредит Украине? Как вы считаете? Получается ли у России посеять вот это зерно сомнений у наших западных партнеров? Ну, на самом деле, там не надо ничего сеять, потому что есть категория политиков, которые просто это используют в своих интересах. Даже не пророссийские, а просто не проукраинские, будем так говорить, политики, которые просто говорят, а подтверждений этих нет. Мы знаем, даже в Конгрессе Соединенных Штатов были люди, которые просто сказали, а подтверждений нет. А кто, откуда, где? Вот крадут, потому что там коррупция. Где коррупция? Какая коррупция? Кто крадет? А вот сказал и все, ушел. На самом деле, ситуация очень простая. Каждая боевая единица, каждый элемент вооружения, все проходит электронный контроль. Это даже, знаете, у нас в стране сейчас введен электронный контроль за каждым стволом дерева, а не то, что за каким-то БМП или танком. И даже снаряды, ракеты, все под номерами, все в электронном реестре. И четко было видно, что Россия пыталась реализовать очень серьезные провокации на предмет, например, была информация нашей разведки о том, что часть вооружений, а это вооружение попало к ним во время первых месяцев боев, они взяли трофеи, и это вооружение могло просто ниоткуда возникнуть, например, в секторе газа. И таким образом убить Украину, что вот часть американского оружия используется боевиками Хамас. Но наши вовремя определились с этой информацией, предупредили Израиль, была поставлена известность, американские власти, был передан реестр того вооружения, которое было захвачено Россией, в том числе и боевая техника. И провокация не удалась. Наоборот, в секторе газа было найдено российское вооружение, даже не экспортный вариант, а простое вооружение, которое говорит о том, что идет черный импорт вооружений в сектор небезопасности. Поэтому ИПСО провалилось. Где они сейчас попытаются зафиксировать, где-нибудь в Африке или где-нибудь возле хуситов. Это все возможно, потому что часть трофейной техники они передали, например, Ирану. Будет использовать это Иран или нет, мы будем смотреть. Но на данном этапе американцы четко сказали, у нас данных о том, что Украина может кому-то что-то передавать или продавать, нет. Спасибо, что разъяснили, Виктор Николаевич. Виктор Ягун, военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова